Добрый день дорогие ребята, с вами снова как обычно Михаил Игоренков, рад приветствовать вас на этом канале. Я обычно записываю разборы на предстоящие турниры UFC в понедельник, но увы, вчера день получился слегка форс-мажорный, поэтому я в итоге вынужден был это перенести все на вторник, то бишь на сегодня. Вот, что нас ожидает на этой неделе? На этой неделе будет ряд всевозможных турниров, об этом чуть позже, ну и конечно возглавляет ММИ неделю, как обычно турнир UFC, причем этот турик он именно не простой, а номерной. У нас будет целых два чемпионских поединка в весовой категории до 57 кг, Брэндон Морена против Кайкара Франца, бой за временный титул и поединок, соответственно реванш за титул в женской весовой категории до 61 кг, Джулиана Пенья против Аманды Нунис. Вот, я забегая вперед хочу сказать следующее, сегодня я разберу здесь два поединка, два соответственно чемпионских боя. И при этом, при всем, у нас остается еще 11 пар, и на один из этих поединков вы можете сами выбрать, на какой из них вернее будет дан разбор. То есть в комментариях под этим видео, как обычно, вы оставляете имя бойца, там допустим Алекс Морона или Морона против Сэмсбергера, Добер против Алвиса, то есть просто указывайте какой поединок вас интересует. Я в конце недели после процедуры официального взвешивания смотрю, считаю и в общем-то за кого больше всего проголосовал, на тех разборы даю. Вот примерно так это будет выглядеть. То есть на номерные турниры остраясь больше боепоединков бесплатку разобрать, здесь их будет три. При этом я хотел бы отметить еще следующее. В начале недели, нет, нет, в воскресенье вечером я опубликовал пост в Телеграме, где я в общем-то предложил подписчикам задать какие-то предварительные вопросы к подкасту, например, чтобы я какие-то нюансы уточнил, более подробно разобрал. Но там, собственно, вопросы были вообще в основном не относящиеся к этому турниру, просто общего характера, там про женское ММА, там про что-то там еще. И я на них просто ответил там же в формате голосовых сообщений в Телеграме. Но кое-что из того, что там было спрос, кое-какие из тех вопросов, которые там были ставлены, они в общем-то и здесь будут частично, скажем так, разобраны тоже. Ну, в общем, давайте двигаемся вперед и начнем, наверное, с мейн-ивента этого турнира, поединок Джулиана Пенни против Аманды Нунис. И, в общем-то, это действительно реванш. Реванш достаточно значимый, потому что Аманды Нунис в определенный момент казалось, что не имеет соперниц в дивизионе, что она в обеих весовых, соответственно, может там спокойно бить всех кого угодно. Вот, тому же там, да, Джулиана Пенни, она испытывала достаточно много проблем даже в последние годы своей карьеры. То есть, против Валентины Шевченко она проиграла армбаром в семнадцатом году, потом после длительного простоя подралась еще раз против Нике Монтани. Ну и, собственно, здесь простое это было связано с чем? Она, в общем-то, родила. Вот. И после того, как родила, она вернулась и победив Нике Монтани вышла на Жермен де Рендамье, этот поединок можно было назвать таким отчасти претендентским. И там проиграла в третьем раунде гильотиной. То есть, вот здесь, в принципе, на ней, как бы, многие уже поставили крест. Баба, рожавшая, как бы, да, выступает вот таким образом, проигрывает, проседает по кардио. Но, в общем-то, она через год возвращается, побеждает Сару Макман. И, соответственно, еще после достаточно долгого простоя, вот, который был вызван там травмой, холм, то, что Нунис дала там позитивный тест на ковид, там, и так далее. Она, в общем-то, опять-таки, почти через год выходит драться против Аманды Нунис и показывает, что? Что если ты, как бы, накручиваешь темп, идешь в рубку, не падаешь в нокауты и так далее, то ты можешь достаточно быстро просадить бензобак Аманды Нунис. То есть, один из вопросов, который вчера звучал, он, ну, вчера на который отвечал, он был пример следующего характера. «Считаю ли я, что бой Аманды Нунис против Джулианы Пенни был договорным?» И аргументом в эту сторону человек привел то, что она фактически сразу же сдалась. То есть, там, буквально чуть-чуть ее прихватили, и она постучала. То есть, как бы, типа, дискать хуйня, так не бывает. Но здесь надо отметить следующее. То есть, Аманда Нунис, это всегда было ясно, и всегда это, ну, как бы, озвучивалось, и в том числе мной на подкастах, она является бойцом с достаточно плохим кардио. И во многих поединках просто вы этого не видите, потому что они заканчиваются быстро. А в некоторых боях, например, как это было с Валентиной Шевченко, она выглядит как говно в третьем раунде, если активно работает два раунда, пытаются ее финишировать. И она более или менее может выглядеть на дистанции в три раунда и в пять раундов, только если работает в энергосберегающем режиме. И здесь также можно привести в пример поединок Аманды Нунис против Шевченко, именно пятираундовый, да? Бой, например, Аманды Нунис против Жермейн Драндамье. Сейчас, пять секунд. Поэтому для меня лично ничего удивительного нет в том, что Аманды Нунис проиграла Джулиану Пенни в втором раунде досрочно. Те ребята, которые были со мной в голосовом чате, они могут легко вспомнить мои же слова после первого раунда, что сейчас имеет смысл грузить на Джулиану Пенну. Потому что Аманды Нунис очень много сил потратила именно в первом раунде на вот эти вот рубки, размены там и все остальное. И, ну, как бы там, в принципе, уже все. Как бы это было уже началом конца. Для нее, по факту, был шанс после передышки в начале второго раунда что-то сделать, потому что дальше уже все. Дальше она уже переходит в режим, где она уже просто тупо не восстанавливается. Поэтому как-то так. Это уже, еще раз говорю, достаточно читаема была победа Джулиану Пенны уже после первого раунда. И явно шансов было больше, чем то, что изображено было в коэффициентах. Теперь, получается, что я жду в реванше от Аманды Нунис и Джулианны Пенны. Во-первых, давайте мы поймем следующую вещь. Джулианна Пенна не супер-мега-финишер. И ее победа на досрочную Аманды Нунис обусловлена тем, что Аманды Нунис сдохла в салатину. Примерно то же самое случилось в поединке против Сары Макмана. То есть тоже, в общем-то, да, Сара Макмана неплохо справляясь там со своей соперницей по ходу поединка, там, да, показывая, в принципе, неплохой перформанс, в третьем раунде кончилась. Но, если бы Аманды Нунис исключительно была рубакой, там, на один раунд и так далее, здесь можно было предположить, опять-таки, повторение примерно сценария. То есть, либо Аманды Нунис побеждает в первом раунде досрочно, либо дальше отлетает быстро достаточно тоже. Но мы-то тоже уже, опять же, повторяюсь, привыкли, ну, вернее, видели ее неоднократно в энергосберегающем режиме. Как это было в поединке там? Да, в принципе, во всех ее затяжных поединках. То есть, если не получается финишировать, она начинает, соответственно, там, да, переходить в энергосберегающий режим. И здесь, понимая, кто такая Джулиана Пена, прочувствовав ее уже и так далее, я думаю, что она, в принципе, в этом энергосберегающем режиме будет с первой секунды. Я, как бы, не могу залезть в голову бойцу, там, да, и конкретно прочитать, какой будет геймплан на бой. И, безусловно, если она выкинет какую-нибудь руку, потрясет, там, ну, Джулиану Пенью, там, да, ударом, она, конечно, наверняка попробует доработать. Но в целом, в целом, мне, как бы, логика подсказывает, что, скорее всего, мы увидим попытку Нунес победить в этом поединке решение. Затянуть поединок, соответственно, там, да, до гонга. И за счет преимущества все-таки в ударной технике разбивать ее аккуратно в стойке, там, да, и если оказываться в партере, то где-то, там, в эффективных для себя позициях, незадолго, там, до конца раунда, вот, дабы не потратить, там, слишком много сил. Так что я в этом поединке смотрю в сторону ТБ, и если пробежаться по трем БК, в которых я ставлю, это Бет Сити, Марафон и Фон Бет, то, соответственно, Бет Сити у нас дает 5 секунд. Бет Сити на ТБ 2.5 дает 1.96, это ставка на то, что бой зайдет во вторую половину третьего раунда. Марафон дает на ТБ 1.5, 1.75, это ставка на то, что раунд 2 закончится. И Фон Бет дает 1.77, это ставка на то, что поединок зайдет в третий раунд. Вот здесь я смотрю в сторону ТБ. Если выбирать из того, что сейчас предлагают в этих трех БК, максимально выгодный вариант в Марафоне 1.75. Но я лично считаю, по крайней мере, у меня есть такое предположение, что ТБшку в этом поединке прогружать не буду. Т. Не буду т. То есть коэффициент на ТБ падать не должен. При этом люди, как бы, да, ближе к турниру, там, посмотрев на какие-то хайлайты, превьюшки, промки и так далее, скорее всего, начнут грузить в сторону ТМ. И ближе к поединку я ожидаю роста коэффициента на тотал больше. Плюс, как бы, да, в поединке Пены и Аманды Нунис немаловажным фактором является то, в какой форме будет Аманды Нунис. Вообще, сделает ли она вес, как она его сделает и так далее. Поэтому, если они, соответственно, в дефолтной форме все в порядке, то это легчайшая ставка на ТБ. Если Аманды Нунис будет обосрана на процедуре официального взвешивания, придется подумать, как она будет обосрана, что она там будет делать и так далее. Ну и в целом, в общем-то, еще раз повторяю, я ожидаю даже роста коэффициента на тотал больше и предлагаю забрать эту ставку за больший коэффициент. Вот примерно как-то так. Поэтому поединку, в принципе, высказал все. Хотелось бы коснуться еще некоторых косвенных вопросов. По поводу договорника я как бы высказался на эту тему, что здесь, в принципе, если человек не может 2 плюс 2 в голове сложить и понять, почему произошло вот именно все так, он пытается, вернее, даже он не хочет сложить в голове 2 плюс 2, он пытается найти какой-то скрытый смысл, но он даже не может объяснить логику этого скрытого смысла, как правило. То есть я даже не человеку обращаюсь, который оставил комментарий, а в целом про всех людей, которые говорят про договорники в UFC. То есть банально, да, простейший вопрос, а зачем это делается, ради чего? Ради финансовой выгоды, ради там, да, букмекеров и так далее. Любые неестественные прогрузы в ту или иную сторону, они спокойно вычисляются буками. Все давно уже компьютеризировано, там, все давно уже на алгоритмах. И один раз в истории UFC на корейском турнире, хуй уже знает сколько лет назад, была попытка сделать местной мафии договорняк. Это спалили еще до начала поединка. Так что заканчивайте фантазировать на всякую хуйню. Если вы не хотите разбираться, если вы не хотите принять горькую пилюлю и правду, если вы, грубо говоря, хотите блуждать в трех соснах и искать в темной комнате черную кошку, это ваш выбор. Но людям, как бы, да, голову хуйней не забивайте, не спорьте на пустом месте. Ну и также, в общем-то, был вопрос касаемо того, а зачем вообще женские дивизионы, они нахуй никому не нужны и так далее. Я, опять-таки, достаточно развернуто объяснил свою позицию по этому вопросу в Телеграме. Здесь лишь добавлю то, что главной отличительной чертой номерного турнира от неномерного долгие годы были именно наличие чемпионских поединков в номерном турнике. Постепенно потом это начало размываться, потому что иногда начали на UFC on Fox проводить чемпионские поединки, не самых популярных чемпов, да. Вот, и это были неномерные турниры. И на номерных турнирах иногда стало так получаться, что, в общем-то, вдруг и нету чемпионского поединка. Но это стало после прихода Конора в этот спорт. Тем не менее, как бы, да, когда мы говорим о таком дефолтном турнике, он при потере чемпионского поединка теряет свой номерной статус. Наличие большего количества дивизионов позволяет, во-первых, проводить большее количество турниров раз. И несмотря на возросшее количество турниров, по сравнению, там, не знаю, с 10 лет назад, да, есть возможность запихать два чемпионских поединка в карту. И даже если один из них слетит, все равно один остается, а значит, номерной турнир остается номерным турниром, и бабки за пейпервью никому возвращать не надо. Тоже логика достаточно простая. Ну и опять же, бабы. Чем, скажем так, что лучше? Наблюдать за поединком двух мешков баб, которые мало что из себя представляют, но при этом у которых есть, как говорится, жопа там, да, и что-нибудь еще округлое. Или на обои двух мешков, которые никогда в этой жизни ничего не добьются. Ну, я лучше, как бы, наверное, на первое посмотрю. Как мне кажется. Как-то так. Вот. Теперь получается, касаемо камейн-ивента этого турнира, чемпионского поединка весовой категории до 57 килограммов, Брэндон Морено против Кайкара Франца. Но опять же, весовая категория до 57 килограммов, она многострадальная. Там, да, сколько было вообще-то там разговоров по поводу закрытия этой весовой категории, там, да, что нужно расформировывать, в итоге там решили оставить все-таки. И по факту просто ужали роста именно до топ-15. То есть, если в других весовых категориях есть рейтинг и есть бойцы, которые там в рейтинг попадают, вылетают, есть интрига там какая-то, кто там будет в топ-15, не будет, там, кто попадет в топ-10, не попадет, то в флайвейте тут все просто. Есть топ-15, а за пределами топ-15 по сути нет ничего. Там пустота. С одной стороны, это как бы типа плохо, но с другой стороны, это не размывает картину общую в ростре. То есть, мы имеем четко сконцентрированный клубок конкуренции, и это даже хорошо. Вот. Главное, чтобы бои показывали хорошие и так далее. Ну, многих как бы заебала вот эта бесконечная эпопея противостояния Брэндона Морено против Фигуреда. Вот. И хорошо, что она как бы наконец-таки прервалась. Да, потому что они дрались. Вот, допустим, Морено трижды дрался с Фигуреда, начиная с декабря 2020 года. То есть, уже начало 2021. Последний бой у них состоялся в начале 2022. То есть, бились там они друг с дружкой бесконечно, пока все-таки Морено ему не проиграл. Я не знаю, что там с Фигуреда, не с Фигуреда. Сейчас, на данный момент, когда он на ближайший бой выйдет, и вообще, что у него происходит, мне вообще поебать на него. Я конкретно сейчас заинтересован в этом конкретном поединке, чтобы понять, что здесь от него ожидать. Кайкера Франц, собственно, достаточно неожиданно вырвался на титульный поединок. Вот. Многие считали, что на Аскара Скарова он не пройдет. При этом Аскара Скарова, он прошел более чем уверенно. Борьбы реализовать у Аскара не получилось. По кардио его Кайкера Франц передышал, перебил. Так что, вот такой мини-апсет. До этого, в общем-то, у него в том числе были проблемы, например, с Арджерио Бонтарином, которого он, по сути, весь первый раунд катал у себя на спине, но смог скинуть и финишировать за 5 секунд до конца первого раунда. Но победа Анкоди Гарберн в 2021 году, она мало чего стоит, откровенно говоря. Также можно вспомнить его проблему. Поражение Брэнда Нароевала в 2020 году. И поединок в 2019 году, где он проиграл решением Брэндону Морено. То есть, для многих, в принципе, да, кто занимается шердок-анализом, вот это уже, как бы, является, в общем-то, скажем так, главным аргументом. Типа, Кайкера Франц Брэндону Морено, в общем-то, проигрывал в 2019 году. И, в общем-то, типа, все. Типа, как бы, ждет нас повторение сценария. Поэтому у нас Брэндон Морено идет фаворитом за 1.47, поэтому у нас Кайкера Франц идет андерлогом за 2.77. В общем-то, и типа, все по делу, все так и должно быть. Встречный вопрос, соответственно, самому себе. А действительно ли это так? Действительно ли здесь все по делу? И настолько хорош Брэндон Морено, чтобы забирать его фаворитом в данном противостоянии? Если честно, то я так не считаю. Если честно, то я так не считаю. Сейчас попытаюсь объяснить свою позицию. Основная проблема Брэндона Морено заключается в чем? Ну, как бы, даже не так, не основная проблема. Он, казалось бы, молодой боец, который должен доминировать над своими оппонентами. Прежде всего, за счет кардио, за счет темпа и так далее. Ну, как, относительно молодой, ему все-таки уже 28 лет. Это не тот пиздюк, который залетел на катендер Сирии в 2018 году, проиграл Пантуи там в первом же поединке и так далее. Но, тем не менее, да, мне, например, абсолютно не понравилось то, как он себя, допустим, показывал в поединке с Аскаром Аскаровым. Я не считаю, что Аскар Аскаров в том бою, там, в общем-то, его, там, как бы, победил. Я лично не считаю. С этим решением я, мягко говоря, не согласен. О, вернее, Александр Пантуя здесь выделил. Вот его поединок в ТАФе в 2016 году. Сорян. Но, опять же, он его проиграл в 2018 году решением. Он проиграл с Сергию Петисом в пятом, в пятираундовом поединке в Мексике. Причем, ситуация какая? По Сергию Петису, что хотел бы отметить. В том поединке я считал, что Кардио будет преимущественным Брэндоном Морено, потому что Сергию Петису в своих поединках как раз-таки иногда просадки по кардио демонстрировал. Но получилось абсолютно наоборот. Сергию Петису его передышал. Алехандро Пантуя его победил и так далее. И в целом, все его последующие победы, они прежде всего, как бы, вызваны чем? Против него выходили, как правило, ребята, которые либо ничего не понимают в партере и борьбе, либо которые действительно уже возрастные, там, да, имеют какие-то проблемы, там, и так далее, короче. Там, травму с Брэндоном Ройвелом даже можно не вспоминать. Короче, я к чему говорю? Я понял в определенный момент, что у меня всегда были завышенные ожидания от Брэндона Морено. А по факту, в каждых своих поединках, как бы, да, он обсирался на ровно одном и том же, но именно в тех поединках, в которых он проигрывал. И для того бойца, которого, там, возможно, считал я, там, например, или кто-то еще, как некого будущего чемпиона, там, доминирующего в 57, он слишком много демонстрирует нестабильности. И для меня его победа над Кайкара Франсом в 2019 году, мягко говоря, непоказательна, потому что, как мне кажется, Кайкара Франс тактический, технический и так далее с того момента продемонстрировал некий прогресс, мне так кажется, да. А вот Брэндон Морено нихуя. И у него все чаще начали всплывать его проблемы, которые у него возникали, там, ранее, там, да. И, в общем-то, слишком нестабильный он боец, чтобы забирать его фаворитом за 1.4, за 1.5. И подтверждение тому, и, соответственно, последний бой в 2022 году против Дэвисона Фигуреда, где он проиграл, то есть сколько он пропускал, что-то там падал, там, да, в определенный момент на гашетку нажать не смог. Чем это вызвано все? Физиологические проблемы, психологические проблемы. Сгонка не так прошла, то есть, как бы, да, держак уже не тот. Я не знаю. Ну и в целом, вот эти вот противостояния против Дэвисона Фигуреда, вот, напрашивается некая параллель. Знаете, вот, когда боец выступает, у него все хорошо, все прекрасно, и потом просто буквально 1-2 боя изматывающих, там, да, в которых он получает очень много урона, и он заканчивается. Самым ярким примером здесь является Джуниор Досантос и его противостояние против Кейна Веласкеса. То есть, он первый раз вышел, уронил Кейна, там, да, нокаутировал его, радовался, там, и все такое, все прекрасно, все классно, а потом было два просто разгромных, убийственных поражения от Кейна Веласкеса, которые Джуниора Досантоса просто уничтожили. Да, там можно и усаду вспомнить и так далее, общую просадку, там, некоторых бойцов по форме и так далее, но тот боец, который, в принципе, не пропускал по лицу и перебивал своих оппонентов за счет скорости реакции и так далее, просто умер. Вот реально после этих поединков он просто умер, он закончился. И я к чему это говорю? Брэндон Морена, Брэндон Морена, уже, мне кажется, не тот, каким он был в первом поединке против Кайкара Франца. И он не тот, каким он был в поединке с Фармигой, Брэндоном Ройвелом. Вот эти три боя против Дэвисона и Фигуреда, мне кажется, очень много здоровья у него забрали. Поэтому какие-то проводить параллели между, там, Морена, там, нынешними, Морена, там, до Фигуреда, немного неправильно. Ну, а для Кайкара Франца не то, чтобы все его последние бои, там, являются, ну, получились для него какую-то легкую прогулку и так далее, но поебал он точно, пропускал не так много, как бы, да, и, в общем-то, это отчасти его преимущество основное в этом поединке. Вот, в общем-то, и все. Поэтому, если подытожить, то я напоминаю, что для меня на мейн-ивент основной ставкой является ТБ в рамках двух раундов, но я считаю, что ближе к Турику Кайкар поднимется, поэтому сейчас забирать не надо. А в камейн-ивенте этого турнира я все-таки считаю достаточно разумной ставку на Кайкару Франца. Я не говорю, что это ЖБ, я не говорю, что туда нужно кидать почки и так далее, но это действительно хорошая ставка, и я лучше поставлю на нее, буду смотреть этот бой, и в случае чего, как бы, да, буду держать руку на пульсе, и, может быть, продам с минусом, а, может быть, продам с плюсом и так далее. Но мне кажется, что в этом поединке Кайкару Франц даже не сможет его передышать. Мне так кажется. Мне так кажется. Ну, потому что просто Морено для меня, если честно, немножко как боец уже подзакончился. Мне кажется, что у него уже финишная прямая, скажем так, некоторая начинается, несмотря, еще раз повторяю, на его достаточно молодой возраст, и я даже вот, чтобы освежить память, открыла-открыл, например, там, да, карточки, и я вижу пять секунд просто, чтобы освежить, в общем-то, да, выступление. По мнению двух судей из трех, первый раунд в этом противостоянии забрай Кайкару Франц. И я считаю, что, в общем-то, если он в реванше сможет хотя бы один из первых трех раундов забрать, то, что потом будет в четвертом-пятом раунде, для Морено, мне кажется, будет очень даже не очень. Примерно как-то так. Опять же, плюс Диджак, плюс вспоминая, скажем так, сколько Морено пропустил, я думаю, что и Кайкара Франца в этом, и в этом поединке есть в том числе ауты на досрочную победу. Примерно как-то так. В общем, если сильно воды налил, сорян, вот. Если у вас какие-то моменты, еще остались какие-то вопросы, пожелания к финальному подкасту, оставляйте их в комментариях под видео. Я постараюсь, в общем-то, те моменты, которые не раскрыл сейчас, раскрыть там. А на этом все. На этом все. Сейчас буду записывать подкаст для клиентов. Опять же, все поединки разобраны, будут остальные там. А вам, у вас есть возможность, еще раз напоминаю, выбрать еще один поединок, бесплатный разбор. Для этого нужно будет оставить имена бойцов, которые вас интересуют. Одной пары. Один комментарий, одна пара. Ну, в комментариях под этим видео. Всем всего хорошего и пока-пока.